На площадке рядом с МНИИ ГАЗ выстроилась колонна автомобилей, общая, в конструкции которых одно. Все они работают на природном газе. Автопробег «Голубой коридор газ в моторы-2019» стартовал в Краснодарском крае, где расположена компрессорная станция «Русская», начальная точка газопровода «Турецкий поток». Финиширует колонна в Петербурге, где находится начало «Северного потока». Мероприятие уже стало традиционным и проводится в 12-й раз. История пробегов знает маршруты самые разные по России и по европейской части. В прошлом году мы проехали впервые от Тихого океана из Китая через территорию Китая, Казахстана и России до Санкт-Петербурга. Это был самый длинный пробег, он практически около 10 тысяч километров получился. В этот раз международный автопробег проходил в два этапа. Европейский проводился с 29 августа по 20 сентября. За это время его участники преодолели более 5000 километров от турецкого Стамбула до немецкого города Любмина. Сразу по окончании этого мероприятия стартовало новое путешествие уже по России. Российский этап автопробега продлится до 3 октября. В мероприятии принимают участие 20 грузовых, легковых и пассажирских транспортных средств. Автомобили уже преодолели почти 2000 километров, используя в качестве топлива только природный газ. Дмитрий Калач – опытный водитель. Управлял и дизельными, и бензиновыми грузовиками. Он отмечает, что двигатель, работающий на газе, нисколько не уступает им по своим характеристикам. Но экономия получается внушительной, ведь газ почти втрое дешевле бензина. И обслуживание оборудования – дело несложное. Автомобиль оснащен 8 баллонами по 118 литров каждый. Это на сколько хватает пробега? Если автомобиль груженый, где-то на 450-500, в зависимости от условий, от дорожных пробок и так далее и тому подобное. Заправляется наш автомобиль оснащен уже евроразъемами двух видов. Один – более быстрая заправка, второй – чуть медленнее. В точках остановки, в нашем случае это ВНИИГАЗ, проводятся конференции с участием представителей автопроизводителей и газодобывающей отрасли. На нынешнем мероприятии обсудили вопросы маркетинга и продаж природного газа, способы работы с автопроизводителями и перспективы развития сети газозаправочных станций в России. В настоящее время в Российской Федерации активно развиваются как локальные рынки развития потребления КПГ, еще в формировании инфраструктуры, так и потом все эти локальные рынки, даже в ближайшее время, будут объединяться транспортными магистралями по федеральным трассам. Сейчас на территории России расположено в общей сложности 400 газозаправочных станций. Одна из целей автопробега – проверка доступности подобных объектов для автолюбителей. По России мы пытаемся сейчас максимально использовать именно федеральные трассы. В этом автопробеге М4 Дон и М11, так как в ближайшее время уже будет активное развитие инфраструктуры газомоторной на этих трассах, что позволит автопроизводителям, перевозчикам, логистическим компаниям эффективно использовать свою технику. С 2008 года, когда состоялся первый автопробег «Голубой коридор», в нем приняли участие более 200 автомобилей, оснащенных двигателями, работающими на газе. Они проехали более 60 тысяч километров по 130 городам 26 стран Европы и Азии – от Атлантического до Тихого океана. Максим Козлов, Сергей Ларин. Видное ТВ.